всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука очень давно собиралась рассказать вот про этой об этой ткани черной агроткань ткань мульча еще называют потому что очень много вопросов и я когда первый год применяла ее я сказала что у меня еще не сложилось такое ну как определенное мнение мне нужно немножко времени вот сейчас эту пленку я буду менять нынче она у меня пролежала два года сегодня нынче третий год и если бы не ужасное состояние вот этого участка здесь раньше был как бы брошенный пустырек мы просто видите плашки нарастили и немножко подсыпали небольшой такой слой грунта а там шлак зола который годами накапливался у нас район очень старый видите вот соседские постройки они еще наверно дореволюционные но я знаю что я когда покупала этот дом давным-давно он 90905 года постройки и поэтому люди очень много лет вот сюда стаскивали весь мусор и шлак я потом купила две машины земли сверху насыпала и все и здесь в общем-то ничего сильно я не собиралась растить так но потом подумала буду выращивать такие посадила забыл томаты и когда увидела вот эту агроткань мульчу я у спросила у продавца в компании агроном покупала у нас немного садовых магазинов вот крупный у нас агроном для чего это но мне сказал это вот чтобы не пропалывать если нет мульчи такой реальный вот у меня многие спрашивают вы мульчируете или нет я конечно не мульчирую потому что я живу в городских условиях у нас и травы то здесь нет в таком количестве никакого сена тоже нет некоторые советовали покупайте тюками но это этого еще мне не хватало мне и хранить его негде все стесненно у нас я решила что я если я мульчировать не смогу я куплю вот такую ткань мульчу и он мне посоветовал что да она хорошо помогает все и действительно мне понравилось применение вот этой ткани и сейчас я скажу только что нужно так какие ошибки у меня были ну во первых у нас там за оградой растет малина и она сюда вот за эти годы переползла мне сейчас так и так ее пришлось бы убирать чтобы выкорчивать эту малину во вторых закрывая я-то думала что закрою на один сезон а потом сниму еще раз удобрю перекопаю еще раз закрою нет закрывая тканью вы готовьтесь на два или на три года поэтому надо было мне удобрять побольше чтобы хватило питательных веществ вот вот нынче третий год можно было бы еще третий год выращивать и смотрите сорняки вырастают только там где дырочки вот в дырочках и также летом совершенно мы от прополки избавленных с такой тканью мульчой вот даже осенью когда я этот участок уже убрала и бросила видите выросла трава только там где дырочки вот видать уже поздняя такая трава конечно когда были томаты здесь ничего не было что какие преимущества я увидела при применении этой пленки конечно мне не нужно было было здесь пропалывать конечно здесь не нужно мульчировать и я поливала первый год шлангом прям в дырочки поливала поливала и я не знаю сильно или испаряется вода но здесь не требовалось сильно большого полива все-таки я думаю что она и от высыхания предохраняет немножко потом уже сделали капельный полив я мужа попросила видите вот эти вот лежат что-то в том году даже не собрали их я хочу их поменять слишком большой шаг 40 что ли сантиметров от дырки до дырки я хочу сделать более частый купить полоть не надо с поливом нет проблем единственное что я когда думала что я сниму а на следующий год снова постелю правильно мне сказали что ориентируйтесь на несколько лет потому что если вы будете эту пленку но после года использования снимать она уже немножко на солнце становится не такой прочной и если вы туда-сюда будете снимать одевать вы можете ее порвать целее будет если она будет вот так лежать вот я два года использовала эту пленку естественно что нужно быть осторожными не заходить вот на те рядки где растения у меня я тот ряд обслуживала с той стороны вот эти дырки с этой стороны здесь видите у меня даже плашка проложена чтобы сильно не утаптывать ничего беречь рыхлость почвы и вот в прошлом году мне было неудобно потому что я никак не могла внести туда удобрения а заранее в первый год я об этом не побеспокоилась и так как он у нас не очень качественный все-таки хотелось бы желать лучшего нынче я хочу старую пленку снять она уже конечно негодно хорошенько удобрить наносим скатей сюда перегноя хорошенько перекопать постелить новую пленку и с учетом на три года зато я вот эту вот часть которую у меня как бы так бесплатная добавка к огороду я говорю это было раньше пустырек такой это даже не наша территория я зато буду здесь выращивать дополнительно что-то сюда не буду ходить пропалывать и здесь у нас стоит бочка не будет у меня здесь такого сильно сложного полива если дальше пройти сейчас я покажу что после первого года удачного успешного выращивания вот на этой пленке я еще одну грядку решила затянуть потому что мне понравилось вот хочу показать видите только в дырочках растут растения вся остальная часть они там просто там нет цвета они не вырастают очень удобно даже если упали там куда-то семена этого желопуха то им нет там жизни и после первого года использования вот там на горе я уже и в огороде нормальные которые не брошенный участок а нормальную грядку затянула тоже такой же агротканью мульчой видите тоже в дырочках только растения но в этом году мне ее все-таки придется поднимать скорее всего но поднимать почему это конечно я сама виновата у нас просто тут у меня такая сильно активность весной что я все-таки иногда наступаю и затаптывается и мне не нравится что он много снега было он немного утрамбовался грунта мне все-таки хочется его перекопать хочется немножко удобрить просто у меня так мало места и у меня кроме этой грядки негде вот это все раскладывать все мое хозяйство тут у меня и дуги укрывные вот для теплиц когда я высаживаю у меня тут и баклажки с водой вот вы видите у меня вся грядка это затянута мне очень понравилось применение этой ткани эту грядку я тоже в прошлом году ни разу не пропалывала но поливать приходилось шлангом дырочки я втыкала я там небольшие углубления делаю поливные лунки вот это мнение мое о ткани мульчи агро ткань черная который я обещала очень давно люди же видят я летом хожу по этой ткани но сразу скажу что эту вообще ни разу не пропалывал но ясно что тут пропалывать нечего и только сейчас весной вот где умудрились они куда упасть вот эти одуванчики но тут в дырочки или вот с краю 2 если бы я сейчас ее не утоптала если бы тут активно не бегала как это хотела сказать как горная ланя но это не подходит мне как слониха тут тебе голову не утоптала бы можно было бы еще год и еще год так что я сразу хочу сказать начинающим огородникам если хотите облегчить себе труд вот этот тяжелый огородный не пропалывать закройте мульчой предварительно хорошо сдобрив-удобрив грунт возможно даже заложив удобрения вот эти супер фосфат серно-кислый калий чуть-чуть побольше нормы и старайтесь не притаптывать и тогда можно будет использовать ее несколько лет и еще один плюс который очень 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 ощутимый и кому-то он пригодится вот когда у кого белокрылка возможно вы видели где-то видео люди говорят что она белокрылка когда летом есть она может в почве перезимовать или личинки могут перезимовать и весной опять выклюнутся и вот ткань мульча это хорошая вот такая вот как защита грунта от внедрения туда белокрылок от перезимовки вот этих белокрылок я не знаю правда это или нет но говорят что если ткань мульча покрыта если есть белокрылка до следующего года она обычно не доживает она если даже на поверхности останется она или замерзает или погибает а если бы она была в грунте то она возможно выжила бы вот это тоже такой плюс о котором редко когда вспоминают вот когда белокрылка приходит тогда и вспоминаешь у меня в прошлом году была белокрылка вот нынче посмотрю будет она или нет все до свидания это было немножко мои как мнение о ткани мульчи